Аварию устранили, воду дали. В Наринмаре ликвидировали коммунальный коллапс. Горячая сауна. В столице региона снова горела сова. Дороги чистят, но легче от этого не становится. Жительница Сахалина жалуется на снежную блокаду. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. В Наринмаре устранили серьезную коммунальную аварию. Напомню, накануне днем в районе роддома на магистральном водопроводе произошел прорыв. В результате ЧП без воды остались более 4000 жителей города. Работа по устранению аварии велась более 10 часов. На месте ЧП ночью работала бригада ремонтников и 10 единиц техники. В 4.40 утра воду подали на все объекты города. Причем будем колодец устанавливать в этом месте. Вот такие уже работы, которые не повлияют на обеспечение города водой. Глава региона Игорь Кошин поблагодарил работников коммунальной сферы, которые приняли участие в работах и, несмотря на 20-градусный мороз, вернули нормальное водоснабжение в дома Наринмарцев. Работы в районе аварии продолжаются, но не только коммунальные. Во время раскопок был поврежден оптоволоконный кабель. Он обеспечивает доступ к скоростному интернету, качественной связи и цифровому телевидению в районе Вилледжа. Бригада Ниницкой компании электросвязи работает на месте по восстановлению оборванной линии передач. Сейчас, соответственно, принимаются меры для его устранения, и мы в ближайшее время организуем резервирование. Мы уже всю основную часть зарезервировали. Есть возможности, значит, особенно населенные пункты Ниницкого округа не заметили этого, у них ничего не случилось. Мы вовремя переключили на резерв, потому что по КТС нас вовремя предупредил. Мы выехали на место, все посмотрели. Ну, в силу производства работ в такой экстренной ситуации, то, естественно, порвали кабель. Поэтому сейчас принимаем меры для того, чтобы это все восстановить. Но я думаю, что в сутки, и, в принципе, все будет нормально. По словам Владислава Пескова, чтобы отремонтировать кабель, специалистам НКС нужно будет выполнить большой объем работы, в частности, произвести около 250 операций по сварке каждого волокна. Утро четверга для пожарных началось со срочного вызова. В 5 утра на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в оздоровительном центре Сова по улице Рабочая. На место возгорания выехали сотрудники пожарной части МЧС России по Нинецкому округу и Федеральной противопожарной службы по Нинецкому округу. Пожар в здании тушили с 5 часов утра, и только к половине 11-го его удалось потушить. Это уже не первый пожар в оздоровительном центре Сова, но на этот раз более серьезный. Здание охватило огнем почти полностью, несмотря на оперативную работу спасателей. Было открытое уже горение. На первом и втором этаже вызвал сторож. Мы подали сразу же два ствола, установили автомобиль на водоем, провели сбор личного состава. На пожаре участвовало у нас 6 единиц техники, спасатели. Работы усложнялись тем, что здание было обшито сайдингом, который затрудняет доступ воды к огню. Поэтому много сил и времени ушло на вскрытие обшивки. Предварительная причина возгорания – перегрев электрической печки, которая отапливала здание. Точной причиной установит инспекция пожарного надзора, которая начнет работу на месте происшествия в ближайшее время. Зима в этом году снежная, но дороги чистят исправно. Правда, для некоторых это оборачивается неприятностями. Так случилось и с жительницей частного дома в районе Сахалин. Она позвонила к нам в редакцию и рассказала, что не может выйти из дома за хлебом. Наша съемочная группа отправилась спасать жительницу из снежного плена. Сегодня жительница по улице 60 лет октября, дом 78, без хлеба не останется. Мы купили Надежде Евгеньевне жизненно важный продукт, потому что сама она выйти в магазин не может. Ее ступеньки уже который день заваливают снегом. Сейчас мы попробуем добраться к Надежде Евгеньевне. Здравствуйте, Надежда Евгеньевна. Мы видим, что тут все завалено, спуститься очень сложно. Но мы все-таки... Ой, это сделали. Здравствуйте, Надежда Евгеньевна. Вот вам, пожалуйста, хлеб. Возьмите. Пенсионерка живет на окраине района Сахалин одна. О своей проблеме рассказать некому. Поэтому она и решила обратиться на телеканал. Ну, это-то они вчера тут у меня все почистили, завалили. Ага. Ну, то есть, а раньше, вот в прошлую зиму, как вы решали вопрос? Такой же было. Такие же... Это же не первая зима. Это же постоянная такая процедура у меня. Процедуру Надежда Евгеньевна называет звонки в Наринмар-Доримстрой. Компания на протяжении нескольких лет обслуживает улицу 60 лет октября. Дом женщины, как и у многих жителей Сахалина, располагается ниже уровня дороги. Когда грейдеры чистят тротуары, снег попадает в огороды и дворы частных домов. И помимо своего снега, приходится убирать за сотрудниками дорожной компании. Так это мне и зарядка, я на свежем воздухе. Но это завал, я терпеть не смогу. Надо что-то придумывать. Не дожидаясь приезда дорожников, мы решили помочь Надежде Евгеньевне. За несколько минут наш оператор очистил ступеньки от снега, так, чтобы можно было выйти к дороге. И получил физическую нагрузку в течение рабочего дня и помог пожилому человеку. Также нам посчастливилось встретить грейдер. Правда, работал он не на Наринмар-Доримстрой, а на другую компанию. Машинист нам рассказал, почему снег с тротуаров оказывается во дворах. Надо с рабочими работать, потому что были рабочие в команде. Не только трактор один ездил. Ну, там, не знаю. А рабочие что они будут делать? Ну, там они будут очищать, чтобы, допустим, видно было мостовые там, где там что-то. Ждать ли Надежде Евгеньевне новых сугробов во дворе по неаккуратности машинистов, мы узнали у руководителя Наринмар-Доримстроя Владимира Низьева. Со слов руководителя дорожной службы, рабочие все же убирают оставшийся снег после грейдера. Но пример дома номер 78 говорит, видимо, не сразу. У жителей остается два выхода – либо жаловаться в диспетчерскую, либо самому брать лопату в руки. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Госдуме идет региональная неделя. Депутат от Ненецкого округа Сергей Коткин встретился с губернатором Игорем Кошиным. Поговорили о законодательных инициативах и успехах, которых удалось достичь на столь высоком посту. Решение вопросов Ненецкого округа на уровне Государственной Думы. То, как идет продвижение региональных инициатив и каких успехов уже удалось добиться сегодня, главе региона Игорю Кошину рассказал депутат Госдумы от региона Сергей Коткин. Визит законодателя в Ненецкий округ проходит в рамках региональной недели. Депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин в рамках региональной недели прилетает в Наринмар каждый месяц и каждый раз с хорошими новостями. Появление своего депутата в Нижней палате российского парламента позволяет регионам быть услышанными. И не только депутатские инициативы, выносимые на рассмотрение думцев, обретают очертания реальных законов. Один из ярких таких примеров – разрешение на выдачу паспортов и водительских удостоверений через многофункциональные центры. И не только в городе, но и в сельских населенных пунктах. Я общался со своими избирателями, с населенных пунктов. Сейчас МФЦ будет выдавать с 1 февраля паспорта, водительские удостоверения в МФЦ. Есть некоторые детали. Я общался с иммиграционной службой руководителя Елены Анатольевны. Сейфы, охрана, оборудование, двери кое-где укрепить. Для того, чтобы получить паспорт или водительское удостоверение, ранее жителям населенных пунктов приходилось выезжать в город. Теперь эти услуги можно получить в 18 сельских филиалах МФЦ Ниньского округа. Я рад, что сейчас на федеральном уровне приняты инициатива, что с паспортами проблем уже не будет. Понятно, технические вопросы они есть, но я думаю, что мы их отработаем. С паспортами не будет, с водительскими удостоверениями. Следующий большой вопрос, который нам необходимо будет решить, чтобы жители села смогли получать все необходимые разрешения по обороту с оружием. Охотников много, и справки медицинские. Поэтому тоже будем смотреть здесь, как нам на стыке. Среди других инициатив, которые лоббирует Сергей Коткин совместно с депутатами из других регионов, касается проезда неработающих пенсионеров к месту отдыха и обратно. Согласно федерального закона, неработающие по возрасту граждане могут бесплатно раз в два года путешествовать только по России. Думцы продвигаются инициативу, направленную на то, чтобы проезд пенсионеров оплачивали до границы Российской Федерации с другими странами. Еще одна инициатива касается досрочного выхода сотрудников поисково-спасательной службы, в частности Ненецкого округа, на досрочную пенсию, по аналогии с сотрудниками МЧС. Подготовил письмо на наш комитет по гражданской обороне. Но там есть заключение, что в рамках местного есть практика в субъектах, можно. Хотя, в принципе, там все очень подробно написано. Я им написал с просьбой рассмотреть вопросы на месте. Наша поисково-спасательная служба готова ко всем неожиданностям. И работает так же, как в системе МЧС, только за границей. Поэтому хороший вопрос. Надо будет все-таки посмотреть его. Потому что если мы защищаем государственных служащих, защищаем муниципальных служащих, то ребят, которые рискуют жизнью, мы, конечно, должны защитить. Поэтому мы посмотрим на наш уровень. В заключении встречи Игорь Кошин обратил внимание Сергея Коткина на необходимость подключения к решению вопросов, вынесенных на рассмотрение Ассоциации арктических муниципалитетов, заседание которой пройдет в рамках Международной арктической конференции в марте в Архангельске. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, может быть продлена еще на три месяца, до 31 мая 2017 года включительно. Минстро уже подготовил поправки в постановление правительства и опубликовал их для общественного обсуждения. Помимо продления сроков, новый вариант постановления предусматривает изменение объемов и условий предоставления помощи. Сейчас правила программы предусматривают максимальную сумму возмещения по одному реструктурированному ипотечному кредиту от Агентства ипотечного жилищного кредитования в 600 тысяч рублей, но не больше 20% от остатка основного долга. В поправках, подготовленных Минстроем, речь идет о том, что некоторые категории ипотечных заемщиков смогут претендовать на расширенную поддержку государства, а именно на возмещение в 1,5 млн. рублей, но не больше 30% от остатка основного долга. Это касается родителей, у которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей или граждан, являющихся опекунами, инвалидов или имеющих детей инвалидов, а также ветеранов боевых действий. Прежние условия программы – возможность снизить оставшуюся сумму кредита на 600 тысяч рублей, но не больше, чем на 20% от остатка долга, Минстрой предлагает сохранить для родителей или опекунов с одним несовершеннолетним ребенком, а также для граждан, на иждивении которых находятся студенты-очники до 24 лет. 154 обращения по итогам прошлого года поступило в адрес уполномоченного по правам ребенка в Ненинском округе. Лидерами стали вопросы права на образование, социальное обеспечение и семейное право. Эти данные озвучила детский омбудсмен Римма Галушина в ходе рабочей встречи с главой региона Игорем Кошиным. Докладывая о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Ненинском округе, Римма Галушина говорит не о достижениях во главе угла проблемы, ведь дети должны устрадать меньше всего. 154 обращения за год – цифра внушительная. Приходилось отрабатывать жалобы, которые касались права на образование детей-сирот и разрешать конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. Говоря о вопросах семейного права, детский омбудсмен отметила рост обостряющихся конфликтов во время разводов. Правовая безграмотность родителей приводит к тому, что часто не решаются вопросы о определении места жительства ребенка во время разводов. Еще одна проблема – социальное сиротство. Работа по подготовке к восстановлению в родительских правах проведена в 50 семьях. Здесь я бы отметила пассивность глав муниципальных образований в этом вопросе. Дело в том, что, например, я приезжаю в населенный пункт, отрабатываю с определенными семьями, готовлю уже практически родителей восстановление в родительских правах. Но поскольку семья не получает должного сопровождения далее, то результат не достигается непосредственно в восстановлении в родительских правах семьи. Римма Галушина отмечает, в некоторых муниципалитетах и вовсе не владеют ситуацией о составе семей, которые проживают в их поселениях. Для усиления этой работы на уровне муниципальных администраций по поручению главы региона должны быть созданы специальные комиссии. Но появились они далеко не везде. В аутсайдерах – Пёшский, Великовисочный, Шоинский и Андикский сельсоветы. Не владеют информацией по количеству родителей, лишённых родительских прав, и, соответственно, они и не ведут работу с этой категорией. Это Пёшский, Шарский, Великовисочный, Андикский, Диманский, Девисочный, Малоземельский сельсоветы. То есть тоже немало. Немало, большое количество. А дальше, очень меня удивило то, что некоторые вообще указывают, что семей, находящихся в социально опасном положении, нет на территории поселения. Значит, эта информация у меня пока предварительная, потому что не из всех ещё поселений я буду. Ведению этой работы отметила Римма Галушина. Глав муниципальных образований научат на семинаре, который пройдёт в марте. В целом, динамика по детям-сиротам в регионе положительная. На сегодняшний день в базе данных числится 321 ребёнок-сирота. Из них 74 человека находятся в учреждениях, остальные в замещающих семьях. Безусловно, всё, что связано с темой сиротства, есть у нас проблемы по предоставлению их квартир детям-сиротам. На этот год у нас есть определённые планы. Я надеюсь, что мировая конъюнктура не подведёт, у нас не будет резких провалов по доходной части. Хотя сложный бюджет в этом году у нас принят. Тем не менее, если мы планы задуманные сможем реализовать, то мы частично эту проблему, конечно же, решим. Ну и, безусловно, отношение к детям-сиротам по нашим учреждениям должно быть совершенно особым. Ну и то, что мы с вами говорили, нам надо как-то посмотреть, на каком уровне выработать меры общественного порицания к семьям, к родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей. Кроме того, глава региона обратил внимание детского омбудсмена на необходимость мониторинга предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования в условиях софинансирования. Ещё одно поручение касается мониторинга качества и доступности питания в образовательных учреждениях региона. Мария Владимирова, Вадим Новский, на телеканал «Север». Шедевры из кусочков ткани. Ненецкий округ богат на мастеров и мастериц. Каждый имеет своё увлечение и может рассказать о нём много интересного. Сегодня наш сюжет о клубе «Татьяна». Своё 20-летие отметил клуб лоскутного шитья «Татьяна». Юбилейную выставку окружных мастериц представили в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Как из кусочков ткани создавались домашние шедевры и что помогало мастерицам творить, несмотря на сложные 90-е годы, узнала Любовь Пермякова. История этого клуба началась 25 января 1997 года, в день великомученицы Татьяны. Это был сложный период, времена массовых сокращений и всеобщего безденежья. Именно тогда влюблённые в народное искусство решили создать свой островок, где могли не просто общаться по вечерам, но и творить. Клуб «Татьяна» благодаря лоскутному разноцветью стал настоящей отдушиной более чем для 30 женщин. Я поступила сюда, в общем, в клуб пришла в самом начале его работы, в 97-м году. Начали мы, значит, со всего, пробовали всё. И лоскутное шитьё, и макраме, и вышивку, и вязание крючком. Всё пробовали. И потом всё же таки мы остановились на лоскутном шитье. Техника лоскутного шитья – это сложный процесс. Вначале кусочки сортируют по цвету и фактуре, создают схему, а уж только потом соединяют в целое полотно. Кстати, иногда изделия сшивают из нескольких сотен разноцветных кусочков. У меня одеяло есть, значит, тоже подарено. Озёра тундры. Вот оно сделано из 504 лоскутков. 13 расцветок причём. Существует несколько десятков технологий сшивания лоскутков. Это быстрые квадраты, акварель, бревенчатая изба, полоска к полоске, волшебные треугольники, русский квадрат и другие. Все эти техники рукодельницы уже освоили. За 20-летний творческий путь ими было создано несколько тысяч разных работ. Кроме этого мы делаем и куклы, мы валяем из шерсти, мы плетём, мы ткём. У нас очень много вышиваем, но я, может, что-то и не назову сейчас, но много-много чем занимаемся. А сегодня мы очень счастливы, что открылась большая выставка. Но я хочу сказать, что получается так, что мы могли бы ещё не один зал оформить. Невозможно всё показать. Как смеясь, говорит руководитель народного клуба Татьяна, чтобы показать все работы, им потребуется помещение в несколько тысяч квадратов. Но лучшие лоскутные шедевры увидеть всё-таки можно. В выставочном зале Дворца культуры Арктика выставка будет работать до 6 февраля. Любовь Пермякова, Елена Семёнычева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.